Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 16 июля. В этот день во всемирной истории. В 1048 году Папа Римский Бенедикт IX в третий и последний раз лишился своего поста. В 1054 начался раскол между католической и православной церквями. В 1723 родился английский живописец Джошуа Рейнелс. В 1872 родился норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен. В 1945 в США на полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в истории ядерный взрыв. В 1956 официально прекратила свое существование Карело-Финская Советская Социалистическая Республика. 16 июля 1054 года начался раскол между католической и православной церквями. Предпосылки раскола христианской церкви на западную и восточную возникли еще в конце античности. Само мироощущение людей на западе и востоке было различным. Восточная половина Римской империи была наследницей древней греческой культуры. Ее богатство активно использовали восточные отцы церкви во время оживленных догматических споров. Мироощущение восточных христиан имело созерцательный характер, поэтому именно на востоке зародился институт монашества. Западная часть империи унаследовала римские традиции, прежде всего авторитет права и власти. Запад сторонился исследований о догматах веры и мало интересовался отвлеченными богословскими вопросами. Зато он обращал внимание на внешнюю сторону христианства, обряды, дисциплину, управление, отношения церкви к государственной власти и обществу. Началом разногласий стало возвышение на востоке константинопольского патриарха. Рим так и не смог с этим смириться. Римские папы открыто стремились к власти как церковной, так и светской. Один из первых серьезных конфликтов на пути к Великому Расколу случился в IX веке, когда авторитарным амбициям папы Николая I воспротивился патриарх константинопольский Фотий. Поводом к Великому Расколу 1054 года послужил опять-таки конфликт между папой и патриархом. Римским первосвященником тогда был Лев IX. Он всеми силами старался восстановить поколебавшееся папское влияние как на западе, так и на востоке. Между тем Италии угрожали воинственные норманы. Папа Лев решил обратиться за помощью к византийскому императору и константинопольскому патриарху. В возникшей переписке между папой и патриархом Михаилом Кируларием Лев IX настаивал на первенстве римской кафедры. Но патриарх не желал признавать римскую кафедру выше Константинопольской. Весной 1054 года в Константинополь прибыло посольство из Рима во главе с кардиналом Гумбертом. Послы папы отнеслись к патриарху без должного почтения, надменно и холодно. Видя такое отношение к себе, патриарх отплатил им тем же. На созванном соборе Михаил Кируларием выделил папским посланцам последнее место. Кардинал Гумберт счел это унижением и отказался вести какие-либо переговоры с патриархом. 16 июля 1054 года во время богослужения в Софийском соборе кардинал положил на главный престол храма акт отлучения патриарха и его приверженцев. Спустя несколько дней патриарх Михаил созвал собор, на котором была произнесена встречная анафема. Так начался великий раскол, длившийся девять веков. Снятие взаимных анафем и подписание папы римским Павлом VI и патриархом Константинопольским Афиногором I совместной декларации состоялись лишь в 1965 году. С 16 июля 1723 года родился английский живописец Джошуа Рейнольдс. Сэр Джошуа Рейнольдс, выдающийся портретист, теоретик искусства и первый президент Королевской академии художеств, появился на свет в Плимптоне, что в графстве Девоншир. Отец надеялся, что сын станет врачом, однако рано обнаружившаяся любовь юноши к искусству определила его настоящие призвания. В 1740 году Рейнольдс уехал в Лондон, где учился у портретиста Томаса Хадсона. В 1749-52 годах он путешествовал по Европе, изучая античную скульптуру и живопись мастеров итальянского возрождения, преимущественно Тициана, Кареджа, Рафаэля и Микеланджело. По возвращении в Лондон в 1752 году Рейнольдс вскоре составил себе громкую известность как необычайно искусный портретист и занял высокое положение среди английских художников того времени. Весь набор художественных средств, которыми он овладел в процессе изучения живописи, Рейнольдс использовал для того, чтобы как можно более ярко и многогранно выразить индивидуальность портретируемого. По инициативе Рейнольдса в Лондоне впервые появились публичные художественные выставки. В 1763 году он стал одним из основателей литературного общества, а в 1768 был избран президентом вновь учрежденной Королевской академии художеств и по этому случаю возведен в дворянское достоинство. В 1784 году Рейнольдсу было пожаловано звание первого королевского живописца. Рейнольдса можно считать родоначальником английской школы живописи. Он был эклептиком, умело соединявшим в своем творчестве качества нескольких излюбленных им мастеров – Тициана, Рубинса, Рембрандта и Кареджи. Лучше всего художнику удавались портреты, отличавшиеся выразительностью, изящной постановкой фигур, верным подбором аксессуаров и смелой, сочной манерой письма. Среди главных произведений Рейнольдса в портретном жанре назовем портреты герцога Мальборо с женой шестью детьми, лорда Гитфилда, графини Бют, трагической актрисы Сары Сиденс, леди Гамильтон, а также девушку с клубникой и девушку с муфтой. Что касается исторических картин Рейнольдса, то они значительно уступают его портретам, хотя среди них встречается немало таких, в которых видно мастерство первоклассного живописца. Это, к примеру, смерть у Галина и его сыновей, а также амур, развязывающий пояс Венеры. Многие из произведений Рейнольдса, к сожалению, потеряли первоначальный блеск и потрескались, вследствие того, что в процессе работы над ними он применял вместо масла другие вещества. 16 июля 1872 года родился норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен. Норвежский полярный исследователь и путешественник Руаль Амундсен появился на свет в городе Борге, провинции Эстфол, в семье потомственных моряков. После окончания гимназии он поступил на медицинский факультет университета в Христиане, но через два года бросил учебу и нанялся матросам на парусную шхуну, отправлявшуюся на промысел тюлени в Гренландское море. В 1897-1999 годах в качестве штурмана Амундсен участвовал в бельгийской антарктической экспедиции, а по возвращении получил диплом капитана дальнего плавания. Он рассказывал, «Во время этого путешествия созрел мой план. Мне хотелось связать мечту детских лет о северо-западном проходе с гораздо более важной для науки целью – установить нынешнее местоположение Северного магнитного полюса». В 1900 году Амундсен приобрел большую парусную шхуну «Йоа». С экипажем из семи человек он в 1903-1906 годах впервые в истории мореплавания прошел на ней от Гренландии до Аляски по морям и проливам Канадского арктического архипелага. Он открыл северо-западный проход с востока на запад, из Атлантики в Тихий океан. Также Амундсен провел ценные геомагнитные наблюдения в области Канадского арктического архипелага и нанес на карту более ста островов. Эта экспедиция далась ему с трудом. Он говорил, «По возвращении все определяли мой возраст между 59 и 75 годами, хотя мне было только 33». В 1910-12 годах Амундсен возглавлял экспедицию в Антарктиду с целью открытия Южного полюса на корабле «Фрам». В январе 1911 года Амундсен со спутниками высадился в Китовой бухте на Ледник Роса, основал базу и стал готовиться к походу на Южный полюс. В октябре группа из пяти человек во главе с Амундсеном стартовала на четырех собачьих упряжках и в декабре того же года достигла Южного полюса, на месяц опередив экспедицию англичанина Роберта Скотта. В 1918-21 годах Амундсен на собственные деньги построил судно «Мот» и проплыл на нем с запада на восток вдоль северных берегов Евразии, повторив дрейф Нансена на «Фраме», совершенной в 1890-х годах. В последующие два года Амундсен несколько раз пытался достичь Северного полюса. В мае 1926 года он возглавил первый трансатлантический перелет через Северный полюс на дирижабле Норвегия. В то же время вышла его книга «Моя жизнь». В ней он писал «Я хочу сознаться читателю, что отныне считаю свою карьеру исследователя законченной. Мне было дано совершить то, к чему я себя предназначил. Этой славы достаточно для одного человека». Именем Амундсена названы гора восточной части Антарктиды, залив в Северном Ледовитом океане, море у берегов Южного континента и американская полярная станция Амундсен-Скотт. На русский язык переведены его работы «Перелет через Ледовитый океан», «На корабле МОД», «Экспедиция вдоль северного побережья Азии», «Южный полюс» и «Пятитомное собрание сочинений». 16 июля 1956 года официально прекратила свое существование Карело-финская Советская Социалистическая Республика. Московский мирный договор завершил Советско-финскую Зимнюю войну 1939-1940 годов. В соответствии с этим договором СССР получил часть приграничных территорий Финляндии. Затем, в самом конце марта 1940 года, в Москве состоялась шестая сессия Верховного Совета СССР. На сессии был принят закон о преобразовании Карельской автономной Советской Социалистической Республики РСФСР в союзную Карело-финскую Советскую Социалистическую Республику и о передаче ей большей части перешедших от Финляндии территорий. Карело-финская ССР стала на тот момент 12-й союзной республикой Советского Союза, в связи с чем были внесены изменения в Конституцию СССР. Столицей новой союзной республики стал город Петрозаводск. В декабре 1939 года на территории СССР было провозглашено правительство Финляндской Демократической Республики во главе с Отто Куусининым, который впоследствии возглавил Карело-финскую СССР. В ходе Великой Отечественной войны значительная часть Карело-финской ССР включая территории, ранее не принадлежавшей Финляндии, была оккупирована финской армией и войсками германского вермахта. В то время столицей Советской Республики был Беломорск. Летом 1944 года финские войска потерпели поражение в Карелии. Вскоре Выборгский и Кексгольмский районы были переданы из состава Карело-финской ССР в состав РСФСР и вошли в Ленинградскую область. В 1954-55 годах началось улучшение отношений между Советским Союзом и Финляндией. 16 июля 1956 года Карело-финская ССР была официально вновь понижена в статусе до автономной ССР и возвращена в состав РСФСР. При этом из ее названия было убрано слово «финская». Изменение статуса республики явилось актом дружественной политики Никиты Хрущева в отношении Финляндии. После смены статуса республики потребовалось изменить герб СССР. В период существования Карело-финской республики, после вхождения в союз трех прибалтийских республик и Молдавии, на гербе СССР изображалось 16 ленточек с девизом «Пролетарии всех стран соединяйтесь». После упразднения Карело-финской ССР ленточек стало 15. Это стало последним изменением герба Советского Союза до его распада в 1991 году. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok